Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. Лига новичок, день 7, 24 игрока, 1600 год, вот так примерно выглядит карта игроков. Топы испанцы, тимуриды, мамлюки, инки, малайя. Наша аналка из османов, тимуридов и мамлюков распалась, игрок на вид же ливнул и его державу кушает мамал и алиса. Мне пришлось оставить тимуридов, на работу вызвали, потому опоздал, но я оставляю тимуридов в хорошие руки, сам же на обзорвере посижу, видосик для вас запишу. Хорватия напала на атаманов, который подумал, лучше я капну, отдам немного, но то же самое я отберу у Венгрии. Кстати, на османах замена, а венгры не смог, там иишка сейчас. Манчжурия и Малайя напали на Уисуги и тимуридов. Вообще, в прошлый раз Уисуги один-троих вынес, а теперь их двое. Наверное, у парней есть какой-то хитрый план. Уисуги уже стоит на осаде столицы Манчжурии, Джелин. Только зачем? Сразу 90 полков там держать. Малайя уже оккупировала восточное побережье Китая и заходит со стороны Пекина, но японец уже взял Джелин. У Манчжурии есть еще один союзник Мивар, но его в войну не позвали. С тимуридом они сейчас соперники, так что возможно в будущем будут воевать. Манчжурия дает бой, но проигрывает японцу, теряет свою армию и сдается. Да, не смогли парни уже в который раз. Ава нападает на Арису, раньше они были друзьями, но теперь на Арисе замена и парням нужно куда-то расширяться. Две битвы показательные, Ариса проигрывает Аве, оба сражения, армия у него чуть похуже. Ариса сдается, зачем поднимать 140 полков при лимите 70, то есть в два раза. При этом сразу сдаваться, я понимаю Мивар напасть может, но мне кажется парни чудят. Мивар атакует, но замена на Арисе похоже расстроился и ливнул, хотя мог бы повоевать и какой-то опыт получить. Моя замена на Тимуридах не зашел в войну за Арису и очень даже зря. Мивар вряд ли в его земли пошел бы, а так хотя бы перемирие с ним было бы. Иначе Мивар мог бы сразу напасть на Тимура после этой войны. Вест-Индия вместе с инками нападает на Малайю и Манчжурию. Это легко было предвидеть, учитывая, что у Вест-Индии уже колонизированы тут острова. И флот у индейцев сейчас намного сильнее. 90 полков инков уже высадились на островах. Вест-Индия тем временем берет прибрежные провинции в морскую блокаду. Манчжурия союзник Малайи, тут вряд ли чем-то сможет помочь топать далеко и не факт, что пропустят. А из флота всего лишь 13 транспортников и одна галерка. Кстати, у Инка есть недостаток. Он плохо видит малазийские острова, только столицу. Это несколько стесняет в движениях, а значит индейцы не скоро смогут войну затащить. Чтоб вы понимали, что примерно по раскладу у Малайи всего лишь 24 тяжелых военных корабля. У Вест-Индии их 70, в три раза больше. Тимурит идет войной против России, которая пошла под распил. Сразу пять войн ведет. Весьма спорное решение, я бы не стал бы воевать. Там, кроме Западной Сибири, уже ничего толком не откусишь уже. Малайя был топ-1 у нас, а тут у него дела не совсем хорошо пошли. На него еще и Ава напала. Странно, мне казалось, что они дружили. Вместе даже в войну против японцев ходили. Пока что Малайя проигрывает войну Аве, но у него с экономикой получше, и он дольше может воевать. Поднимает новые войска. А вот у Авы 7500 долгов и новых кредитов он немного может взять. Если война затянется, то он проиграет. В Европе вообще дичь какая-то творится. На Рутении и Пруссии оба игрока поменялись, и Украина нападает на Пруссию из-за Данцига. Причем у Пруссака много союзников. Я так понял, Украина хочет сначала большую Орду вывести из войны, захватив его столицу. Но это же не сингл, тем более в войне еще участвуют османы на стороне защитников. Франкуния спешит на помощь в земле Большой Орды, но мне кажется, этот план не сработает. Он обречен на провал. Техас нападает на французский Йорк, несмотря на то, что у атакующих в 4 раза меньше армия. У Франции почти нет войск на островах и нет сильного флота, а вот тут атакующие, скорее всего, победят. Француз поднимает наемников в Норфолке, все будет зависеть, успеет ли поднять или нет. С трудом, битву выигрывает, но нужно будет больше солдат поставить в строй. Ава уже набрал кредитов под банкротство, и фронт переместился на север. Видно, что он уже не справляется. Француз не стал поднимать наемников, в итоге в Англии он проиграл и теряет острова. У атакующих в 3 раза меньше солдат, бои уже ведутся на территории Украины, и Франкуния уходит на свою территорию, вероятно, понимая бесперспективность своего положения. Конечно же, Большую Орду нахрапом не удалось вывести из войны, более того, он идет в контратаку. Молодец, Варико. Испанец у нас полностью разгромил Андалуса, полностью захватил Иберию, часть Западной и Северной Африки. Колоний у него не так много, всего лишь одна, но в принципе в МП испанец вообще может обойтись без колоний. Доход у него весьма существенный, 370 монет и лимит армии 358 полков, что согласитесь, довольно-таки неплохо для начала 17 века, как для новичковой лиги. И смотрите, у него профессионализм армии какой, аж 85, то есть я так понимаю, он постоянно муштровал свои войска и нанимал генералов, иначе где бы он столько взял бы, а? Вообще испанец молодец, одобряю, ему уже можно пробовать в лиге ветеранов. То есть, по крайней мере, я на его месте бы не боялся бы сражаться с ветеранами. На Франции у нас человек неопытный сидел, первая партия у него, он уже начал кушать Великобританию с Вест-Индией и Техасом, у них был союз, но потом ребята что-то не поделили, и оба индейца, можно сказать, на него напали. Вот что они там не поделили, кто его знает, может просто решили пофаниться. Не совсем отлично заменеджал страну, 57 дохода, как для француза это очень мало. Лимит армии 88 полков, тем не менее француз жив, француз молодец, он выжил, и это главное. На Ганновере у нас еж великий, и на него нападает Техас. Парни немножко, я не знаю, попутали что ли, индейцы собираются, но не то чтобы всю Европу захватить. То есть они нападают на всех подряд, сначала на французскую Англию, а теперь еще и на Ганновер. Следующий будет Пруссия, но Испания вряд ли, поскольку там жесткий чувак сидит. Кто выиграет эту войну? Конечно же у Ганновера и Франконии сухопутных сил больше, но здесь дело не в этом. Скорее всего будут давить на экономику, скорее всего флотом будут блокировать все прибрежные провинции и немножко будет проседать Ганновер по деньгам. И возможно потом уже будет высаживаться морская пехота. У Ганновера доход 120 монет и лимит армии 144 полка. Но для сравнения это в раза два почти больше чем у француза, хотя по территории француз намного жирнее. Вообще франконец молодец, на старте у него всего лишь одна провинция была. И теперь смотрите, доход у него 129 монет и лимит армии 186 полков. Я наверное в Сингле бы так не смог бы, у меня терпения бы не хватило. Вот что значит парни могут. Вот единственное, что Русиня его подбила на войну какую-то непонятную. Зачем было воевать против Пруссии, тем более идти в земли большой Орды. У нас в Италии три игрока осталось, это Милан, 122 монеты доход у него и 119 полков лимит армии. У Сицилии лимит армии 153 полка и доход 128 монет. Провинций не так много и у одного и у другого, но все дело в том, что они качали провинции. Ну вот например Рим качнули 12 раз, а Неаполь качнули аж 30 раз. Вы представляете 30 раз. Вообще изначально обе Сицилии сидел игрок, который собирался переезжать. И прокачка провинции была бы конечно легче бы, если бы он взял бы экономические идеи и полностью бы их закрыл бы. Самый жирненький и вкусненький итальянец у нас это Хорватия. 197 монет у него дохода, лимит армии 170 полков. Напал на Османа, Осман не стал драться с ним. Вот давайте для сравнения Османа посмотрим. У него 147 дохода и 200 полков он может поднять. Да, он несколько провинций всего лишь там на 50 варскора уступил, но то же самое он покушал у Венгрии. Мы с таким трудом захватывали эти земли, а он взял и капнул, кто-то сказал. Это по-моему Хорват так пошутил. Но с другой стороны Осман поступил правильно. В данной ситуации аналка наша распалась, ибо лига была бы неинтересна, если бы аналка была бы до конца партии. Это не основной игрок, это замена, вот представляете, у него стабильность минус 3. Чувак вообще какую-то дичь сотворил. Зачем было нападать на Пруссию и идти на земли Большой Орды? Тогда бы сразу бы нападал бы на Большую Орду. Конечно, Украина жива, это классно. Я рад за это, но хотелось бы видеть сильную Украину. А доход у него всего лишь 64 монеты и 88 полков он может собрать. Пруссия. Я напоминаю, что некогда это был игрок на Московии. Его загнали сначала в Карельские леса, ему пришлось перекочевать в Скандинавию. Затем игрок основной на Русине отдал ему Балтику, и тот сформил Пруссию. В любом случае, чувак выжил, несмотря на то, что Большая Орда, Узбеки и Поляк напали на него втроем в начале кампании. 80 монет у него доход и лимит армии 116. Но тут главное выжить. Молодец чувак, достоин уважения. Как по мне, самый крутой чувак в этой катке это Большая Орда. Да, доход у него не такой большой, всего лишь 32 монеты и 80 полков он может собрать. Но выжить, когда рядом такие крутые мастодонты, Московия, Польша, Османы. И тем более не будем забывать, что ему изначально достается не такой богатый астраханский нот. Здесь торговля не такая большая, не такая богатая, как в той же Персии. И выжить за Большую Орду, это дорогого стоит. Мое уважение, честно говоря, я бы, наверное, на Большой Орде не смог бы выжить. Кстати, я думал, что Конго совершенно неиграбельная страна. Тем не менее, смотрите, что делает чел. Он захватил половину Африки и остров Мадагаскар. Что это ему дает? 176 монет у него на уровне европейских стран. И даже многих он обгоняет. Лимит армии, 148 полков. Вот единственное, что человек сидит все время и ни с кем не воюет. Вообще, чтобы у тебя классная крутая сторона была, нужно хотя бы одну сессию не воевать. Построить домики, прокачать провинции. Но, мне кажется, человек немножко засиделся. Ни с кем он воевать не хочет. Вот сидит у себя в Африке. И такое ощущение, как будто он играет не в МП, а в сингл. А в остальном, молодец. Малая классная сторона. Долгое время он был топ-1. Но немножко ему не повезло. Он не предусмотрел, что Вест-Индия уже заколонила несколько островов здесь. И собирается на него напасть. Об этом уже многие игроки знали. По доходу он немножко просел. 113 монет и лимит армии 227 полков. Если бы ему удалось бы инков выгнать отсюда, Вест-Индия вполне разумно захватил проходы, чтобы спокойно гулять между островами. Если еще и эти проходы захватят, то Малайю они полностью отсюда вытеснят. Маньчжурия в целом молодец. Тоже выжил. Но, мне кажется, он слишком рано сдается. Наверное, не хочет банкротиться. Доход у него 25 монет. Это все из-за того, что неудачные войны Суисуги проводят. И 95 полков у него. У японца территории не так много. Всего лишь одна только Япония. Не полностью Корея. И немножко он закрепился в Китае. Доход у него 134 монеты. И лимит армии 179 полков. То есть в одного он выиграл Маньчжурию, Малайю и еще Аву. Молодец. Ну что тут скажешь. Если по экономике, самый крутой чувак у нас это инки. 355 монет. Ни у кого такого дохода нету. Но самое многое ему приносит золотодобыча. Все мы знаем прекрасно, что в Мексике много золота. И можно сказать, в самой родине инков, примерно вот здесь, золота тоже очень много. И если не поленится все эти земли захватить, то доход будет просто невероятно большой. Но лично мое мнение, на инков никого сажать не надо. Не совсем играбельная страна. 6 или 7 сессий проходят. А лига может развалиться к этому времени. А у тебя как раз начинается самое интересное. Европейцы все друг с другом поперевоюют. И ты можешь влетать на пофиг в любого из них. Ну кроме разве что испанца. В испанца я влетать бы не стал бы. Но лига к этому времени может закончиться. Обидно. Техас у нас сформировался. Доход у него 89 монет. И 68 полков. Но благодаря сильному флоту и союзу с инками и в Вест-Индии, они уже закрепились в Ирландии. Они закрепились в Шотландии. И даже напали на Ганновер. Вест-Индия это из Норвегии, я так понимаю. Ассалхан сидит там, шантажист маленький. 204 монеты он зарабатывает. Лимит армии у него всего лишь 67 полков. Но у него 73 корабля военных тяжелых. И 203 фрегата. Ни у кого нет такого сильного флота. Англия мертва. Я так понимаю, Ассалхан убил ее. Карта религии. Возможно вам это тоже будет интересно. В Мамлюк у нас имеет 212 дохода. И лимит армии почти 300 полков. Эту сессию он хотел поменеджить свою страну, я так понимаю. Ни для кого это уже не секрет. Кстати, перекрестился в Шиизм. У нас по идее православие должно быть в Восточной Европе. Но оно перекатилось, естественно, помимо Украины, в Западную Европу. У нас получается Франция православная и Испания православная. А здесь у нас не совсем православие. Ну да ладно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok